На Android запретили устанавливать сторонние приложения. Операционная система Android является невероятно популярной, так как в настоящее время свыше 3,4 от общего числа мобильных устройств в мире работают на базе этой платформы, находя ее лучшей среди всех существующих на рынке. В подобном положении дел нет совершенно ничего удивительного, ведь ни одного аналога у нее попросту нет, а iOS не в счет, потому что Apple не позволяет кому-либо использовать эту iOS на своей продукции. Одно из главных преимуществ зеленого робота заключается в тех крайне широких функциональных возможностях, доступ к которым данная платформа предоставляет. Они позволяют совершать едва ли не абсолютно любые действия, которые могут прийти в голову. Тем не менее, американская корпорация Google движется в направлении нерасширения функциональных возможностей своей операционной системы, чтобы делать ее более открытой, а наоборот в сторону различных ограничений и запретов, чтобы тем самым вся платформа стала более закрытой. За последние несколько лет во многих странах мира, включая США, частично или полностью легализовали продажу марихуаны, то есть легкого наркотического препарата, ранее запрещенного едва ли не абсолютно везде. По мнению правительств ряда государств, этот наркотик вредит здоровью не сильнее сигарет и спиртного, поэтому местным жителям разрешили его покупать. В некоторых случаях это можно делать легко и просто без лишних сложностей, а в некоторых случаях для этого требуется рецепт от лечащего врача. Разрешены оказались также и некоторые другие наркотические вещества, которые содержат в себе тетрагидроканнабинол. На фоне огромного интереса со стороны миллионов людей к такому ранее запрещенному удовольствию активироваться решили разработчики. Они за несколько месяцев создали целые сервисы, позволяющие выбирать, покупать и получать наркотики с доставкой на дом. В некоторых странах мира по подобными возможностями даже вошло в топ 250 самых скачиваемых, то есть оно пользовалось громадной популярностью, а доходы его создателей исчислялись миллионами долларов в месяц. Тем не менее, даже несмотря на то, что деятельность такого рода магазинов законна, компания Google решила изменить правила своего фирменного плей-маркета, запретив размещение там целой категории программ. Так в частности, теперь из Google Play нельзя скачивать и устанавливать абсолютно любые программы, связанные с наркотиками в реальном мире, и при этом не имеет никакого значения, легализованными они являются, либо же нет. Отныне абсолютно во всех странах мира запрещены такого рода приложения. Поскольку некоторые компании ограничивают возможность установки программного обеспечения из любых сторонних источников, кроме данного плей-маркета, подобное событие для обладателей всех таких фактически означает, что на Android запретили устанавливать сторонние приложения. Нельзя не заметить, что наркотики в любом виде и в любой форме на территории России запрещены, а их употребление приводит к серьезных проблемам со здоровьем, вплоть до смерти. Именно поэтому за их хранение, транспортировку и сбыт предусмотрена уголовная ответственность.